И начнем с нашего города. В эти минуты на Центральном стадионе Алматы проходит главный матч сезона. Ветераны Кайрата встречаются со знаменитыми футболистами мира прошлых лет. Это матч звезд, в котором принимают участие ветераны алматинской команды и футболисты из разных стран. На Центральном стадионе работает и наша съемочная группа. Но пока там перерыв и как только матч снова начнется, наш корреспондент Айжан Курмашев выйдет с нами на прямую связь. В этом году Алматинскому футбольному клубу Кайрат 60 лет в честь юбилея запланирована целая серия крупных мероприятий. А накануне состоялось открытие новой академии клуба. Теперь наши юные спортсмены получили уникальную возможность тренироваться и оттачивать свое мастерство, не выезжая за границу. Современный комплекс не имеет аналогов в нашей стране. Радует своими выступлениями и сами футболисты, которые лидируют в чемпионате. Подробно об этом в нашем сюжете. Казахстанский футбол не может не ассоциироваться с клубом Кайрат. В советские времена за народную команду болела вся страна. В этом году клуб отмечает 60-летний юбилей. За это время болельщики и фанаты Алматинского Кайрата пережили многое. В истории клуба были исторические победы и горькие поражения. Несмотря ни на что, самые преданные фанаты остались верны любимому коллективу. Когда мы приходили смотреть на игру наших знаменитых футболистов, до сих пор помню наизусть первый состав Кайрата, легендарный. Я помню в детстве, когда Кайрат играл, вот здесь присутствуют наши уважаемые ветераны. Центральный стадион всегда был полным. Трудно было взять в ваши годы, студентские годы, школьные годы. Я приходил, не мог всегда купить билет, лишний билет искать. Вот такой был период. Ну, сейчас он наступает. Большое внимание команда уделяет детско-юношескому спорту. Накануне Кайрат презентовал новую юношескую академию. Учебному заведению присвоили имя Тимура Сигизбаева. Легенды казахстанского футбола. Теперь здесь оттачивать свое мастерство могут ребята от 14 до 19 лет. И уже не нужно выезжать за границу для этого. Ультрасовременная база не имеет аналогов в Казахстане. Отметим, это вторая академия алматинской команды. Первую открыли еще в прошлом году. Теперь в этом комплексе постигают азы футбола более 400 ребятишек. Такие спортивные объекты мирового уровня в Алматы очень скоро должны дать свои плоды, говорят специалисты. Я очень рад, что нам построили такие большие условия. Это самая лучшая академия в Казахстане, ни у кого таких условий нет. И я очень рад, что мы будем достигать больших успехов в будущем. Раньше, если мне приходилось добираться до сюда час-полтора, сейчас я выйду и поле здесь у меня сразу. В честь юбилея флагмана отечественного футбола состоялась целая серия праздничных мероприятий. Самое главное из них в эти минуты проходит на центральном стадионе. Ветеранам Кайрата противостоят звезды мирового футбола прошлых лет. В составе гостей на поле вышли такие мэтры футбола, как Луиш Фигу, Пауло Мальдини, Хаверт Занетти, Андрей Шевченко и многие другие. В составе нашей команды выступают и Стафьи Пихлеваниди, Евгений Яровенко, Сергей Стукашов, Виктор Катков, Вахит Масудов. Руководит ими Курбан Бердыев. В прошлом главный тренер казанского Рубина, который в 80-е играл в составе Кайрата. «Появилась такая возможность, приятная, хорошая возможность поучаствовать в матче с легендами, как говорится. У каждого футбола свое время, наверное. Мы тоже в свое время стали легендами, но были в том времени. Сейчас другое время немножко. Футбол двигается вперед, Кайрат продвинулся в этом плане вперед. Можно сказать, что такое не снилось нам раньше, как говорится. Единственное, хотелось бы, чтобы мальчишки прекрасно это понимали и росли. Есть все отличные условия, не надо никуда уезжать, выезжать. Вот здесь растите, совершенствуйте свое мастерство». В этом сезоне алматинцы показывают отличные результаты. Команда впервые за долгое время пробилась в финал Кубка страны. Не хуже спортсмены выступают и на чемпионате Казахстана. В течение месяца игроки народной команды удерживают лидерство и намерены взять первое место. Возможно, в следующем сезоне Алматы примет матчи Лиги чемпионов – самого престижного турнира планеты.